Актуальная правда посетила очередное заседание в Киево-Светошинском суде. Там продолжается производство по делу в обвинении песчаного браконьера Игоря Чупринского. Продолжите судовую проваджение в справе за обозначение Чупринского и Ивана Медовича. Напомним, более года назад Павел Янцин с журналистом Сергеем Медяником и оператором Сергеем Наконечным посетили точку незаконного намыла песка в селе Шпитьки. Там правоохранительные органы арестовали технику. Собственник точки Игорь Чупринский после попыток журналистов с ним пообщаться выхватил микрофон, напав на Янцина и сломал ему нос. Имея жену Евгению Чупринскую, которая работает в генеральной прокуратуре, он чувствует себя в безопасности. Его жена, используя служебное положение, давит на правоохранительные органы. Защитник Чупринского от и безысходности цепляется за любую возможность, чтобы смягчить наказание. Они утверждают, что Янцин был стажером на момент избиения, но потерпевший предоставил обратные доказательства. Янцин надав для огляду, и зараз мы им распоряджение суду про то, что он с вами, вы, как керевник ТОВ Информационного агентства «Авторная правда», подписали с ним договор про выполнение рабочей 15 травня 2016 года. Судьи выслушали свидетелей, видеооператора стоп-коррупции Сергея Наконечного и журналиста Сергея Медяника. Янцин я принимал на работу еще как директор информационного агентства «Авторная правда», поэтому я его знаю. Вообще его знаю с 2007 года. Чупринский вырвал у меня микрофон, схватил за курточку. Затем Чупринский переключился уже на Янцина и, собственно, избил, а в забор ударил. После этих показаний и новых доказательств защитник преступника Чупринского, боясь вынесения законного приговора, начал заваливать суд ходатайствами о требовании огромной кучи документов. Ваще съедут такой материал, можно оперировать 5 флн, есть связь клопотами, да, про вытрубованный материал, про допыть свитки. И странно то, что адвокат каким-то образом узнал о письмах от министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, бывшего руководителя национальной полиции Хатии Деканаидзе и народного депутата Сюмар. Откуда защитник знал про них, остается вопросом. Долучили листы и министр внутренних справ Украины А. Авакова, его заступник Хэлли Камниидзе, народного депутата Сюмар. Очередное заседание назначено на 12 декабря. Почему, по вашему мнению, сюжет закончился именно так? Недовольство тематикой вопросов, содержанием вопросов. Это просто спонтанное было поведение или реакция человека на что-либо. На эту ситуацию надо еще, смотрите, посмотреть, давайте, если позволите, чуть лучше, а саму историю у них. Во-первых, смотрите, у нас есть такая деликатная ситуация. У нас не секрет, что у нас Чупринский муж сотрудник регионной прокуратуры. И тут, понимаете, вот мы сами до сих пор не можем понять, для нас загадка, как, учитывая наши постоянные объединения общественности, журналистов, там, реакционности нашей правоохранительной системы, каким образом, почему прокуроры Киева-Святошевского района, подчеркиваю, района, позволили себе пойти туда, где проводил какую-либо хозяйственную деятельность, неважно, законно или незаконно, муж сотрудник регионной прокуратуры. Это первое. То есть Чупринский уже был накручен в этом плане, потому что здесь вступают иные законы человеческого бытия и жития. То есть он уже был агрессивно внутри настроен, потому что он не понимал, что, собственно, происходит, почему какие-то непонятные районы прокурора и позволили суть туда, где жена помогала, а по-другому это не назвать, производить это действие. Это первое. Второе. Я упомянул, что два раза до этого, примерно с интервалом за два месяца мы первый раз были, потом еще, потом уже поехали на шпитьки. Мы уже участвовали в подобных обысках. И в одном из них, вот как раз перед шпитьками, там, я не помню точно, уже две месяца примерно, мы были на такой же точке, возле торгового центра Скайму. Вот. И там, сейчас не знаю, на тот момент там добывал такой, по фамилии Рак, вот, курировал, организовал это все. И потом, когда мы приехали, это я точно помню, мы первые, когда наши пяти только приехали, мы на заборе, на шпитьках увидели бамеры от ровы, которые мы видели на Скайморе. Сейчас то мы уже расследовали, мы знаем, что это была такая тактика, стратегия этого рожданина Рака, злоумышленника, потому что у нас уже на пять лет вообще скрывается. Он находил вот таких предпринимателей, скажем так, ну мы тут не оцениваем ее вообще, да, предпринимательства детей. Назовем условно его предпринимателем, что-то же предпринимал. Он находил таких, как Чупринский, там, и на каких-то договорных основаниях, либо они вместе инвестировали в эту добычу песка, либо он просто продавал пакет документов, которая визуально прикрывала эту всю деятельность. Вот, то есть, и Чупринский уже в том, в принципе, знал, что стоп, как минимум, может быть, нас с Янцевым еще и он не идентифицировал, потому что мы были перед этим, но он знал, что уже стоп коррупция освещала подобный арест, и там была арестована техника, и он знал те убытки, которые понесли на скаймоле эти, скажем так, предприниматели. И это вторая причина, почему он уже был настроен. Ну, а третья причина – специфика тематики. Мы не про кулинарию, да, и не про пение делаем, а про борьбу с коррупцией, про коррупционеров, которые люди сознательно идут и делают эту вещь. Это не умышленные действия, это прямо нацеленные умышленные действия, связанные с полковым государственным чиновникам. Конечно же, всегда, у нас везде, и не только в этот раз, везде вот так к нам относятся, потому что они знают... То есть именно вот эти две причины, вы считаете, привели к тому, что такая ситуация была во время съемок? Скажите, пожалуйста, вы и Янсен, когда вы начинали съемку, вы сказали, что там были претенды прокуратуры, следователь, следователь и экоинспектор. Эти люди, они представились, что они прецедники правоохранных органов, кто-то контролирующих органов? Представился прокуратур. Один из прокуратур, фамилию, он даже не запоминал. У них не были формы на моде, вы их не могли забывать на... Ну, у меня экоинспектора. И опять же, сначала мы даже не поняли, что это экоинспектор. Это уже когда случилось вот это нападение на Янсена, тогда мы уже все-таки выяснили, что это за человек. Я вообще думал, это какой-то, ну, не знаю, казак, может, какой-то ряженый казак. Чупринский с самого початку был присутен на месте, где он был? Да, он сегодня был. То есть, когда он был вращаться, вы же потом вталбить дома, что это Чупринский, что это та особа, яка... Да, когда нам сказали, что вот этот дядечка, он, собственно, представляется здесь старшим, старшим участком, так можно. Вот, мы к нему обратились. То есть, смотрите, нас же к нему сначала изначально не было никаких лично. Мы понимали, что если он старший участок, участка, то есть, я, например, как человек с инженером образования, понимаю, что старший участок, он ничего не решает, кроме участка. А мне журналисту, как в тот момент, журналисту расследовал, было же интересно, кто, что до этого старшего участка послал туда на место, кто организатор, кто заказчик всего этого. Мне это было интересно. И Чупринскому вообще-то на тот момент даже не было понимания, что это все-таки участок, который сейчас по декларации выявлений, Чупринская задекларирована, как я, Чупринский, владелец этого участка. То есть, мы даже не предполагали. Он просто скромно писал, знаете, я не вожатый, выглядел в наших глазах на тот момент. У вас, у Янсена, у оператора, что было, чтобы можно было бы понять, что вы журналисты? Ну, во-первых, мы были в футболках, то есть, это было внешне видно, как минимум, принадлежность какой-либо организации. Далее у нас были удостоверения, которые мы предъявили. Далее с нами был оператор с видеокамерой. Далее у нас был микрофон с лейбой, на котором было написано «Стоп коррупции». То есть, сомнения там, кстати, журналистов не было? Ну, не должно было возникать? Абсолютно не было. Актуальная правда добьется наказания преступника Чупринского.